МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Германии террорист едва не собрал биологическую бомбу. Где планировал взорвать? Без зарплат, но с обещаниями. Второй день подряд в Киеве митингуют шахтеры. Требуют погасить долги по зарплате. В этот раз собрались в правительственном квартале и попытались встретиться с министром топлива и энергетики. Что из этого получилось, расскажет Данил Снисер. На встречу с главой профильного министерства шахтеры и представители профсоюзов угольной отрасли отправились рано утром. В ведомстве людей выслушали, министр пообещал разобраться. Радужных перспектив он не обещает. Только одни обещания, что в течение 80 дней он погасит задолженность по заработной плате, а сегодня, может быть, какую-то часть процентов отдать людям. Но вот это вот, посмотрите, люди все стоят голодные. Их дома семьи ждут заработными платами. Мы приедем за ними обещаниями. Акцию протеста шахтеры продолжили возле кабинета министров. Собрались более ста человек. Поддержать людей пришли нардепы оппозиционного блока, при содействии которых вчера в парламент был внесен законопроект о поддержке угольной промышленности. Мы видели и вчера, когда вышли чернобыльцы, афганцы, шахтеры, ветераны. Сегодня мы видим продолжение акции. Поэтому мы требуем от этого правительства, либо пусть они идут в отставку вместе с Супрун, с Ревой, со всеми остальными, либо пускай срочно принимают сегодня ответственные решения. Большинство из пикетчиков работники шахт, расположенных практически в зоне проведения активных боевых действий. Некоторым зарплату в последний раз выплачивали в апреле. И то, говорят, не полностью. Цены сумасшедшие. Коммуналку платить надо. Свет обрезается. У кого дети старшие, выпускные. Это вообще несовместимо. Как жить дальше, никто не знает. У нас проблема еще в том, что мы живем на линии разграничения. Постоянные возможности обстрелов. Люди под напряжением. Эта акция протеста все же не прошла незамеченной. В Кабмине пообещали шахтерам частично рассчитаться с долгами в течение 10 дней. Если чиновники свои обещания не выполнят, горняки готовы начать бессрочную забастовку с голодовкой. Данил Снисар, Алексей Шматов. Подробности. Телеканал Интер. Владимир Гройсман планирует плотно заняться углепромом Украины. Об этом премьер заявил на заседании правительства. Проверки ждут также и таможню. По данным Кабмина, Украина ежегодно теряет миллиарды долларов из-за контрабанды. Что еще решили на заседании правительства, расскажут наши корреспонденты. Заседание правительства под стук шахтерских касок. Горняки поставили у стен Кабмина. А министры решали, как выплатить им зарплаты и что делать с убыточными шахтами. Мне эта проблема болит. Я говорю, как она есть на самом деле. И я все сделаю для того, чтобы найти ресурсы, для того, чтобы эту проблему вырешить. У меня не безподставленные данные, про то, что не все доходит до бюджета и не все доходит до шахтеров. Люди по 2-3 месяца не получают зарплату. При этом власти уже несколько лет датируют шахты из бюджета. Просто, чтобы выплатить шахтерам обещанное. А украинский уголь обходится намного дороже, чем импортный. Себестоимость тонны угля на некоторых госшахтах – около 18 тысяч гривен. Об этом рассказал министр энергетики Игорь Насалев. Но если заработает программа по реформированию угольной отрасли, то есть шанс, что шахты не будут убыточными. Зрозуміло, что за последние 5 лет не финансировалось никакой купки модернизации шахт, то очевидно, выпуск продукции будет уменьшиваться, уменьшиваться и уменьшиваться. У селедей Вуилля, который находится сегодня под кабинетом министра Украины, я полностью их понимаю. Но дотация в месяц на выработанную продукцию из 85 миллионов заработной платы складывает 50 миллионов. Чтобы изменить ситуацию, кабмин планирует привлечь инвесторов. Кроме того, премьер инициировал проверки всей угольной промышленности. А профильным министрам поручил как можно быстрее разобраться с долгами. Есть поручение Минфину, вместе с Министерством энергетики, внести пропозиции в уряду, каким образом это в рамках бюджета сбалансировать и хлопцам заплатить заработную плату. Проверки будут и на таможне. Премьер объявил войну контрабанде. Кабинет министров утвердил план действий для борьбы с теневыми схемами на границе. Документ разработали совместно с силовыми ведомствами и ГФС. По словам Гройсмана, если ликвидировать махинации на таможне, украинский бюджет будет получать еще 100 миллиардов гривен ежегодно. Проникают нечистоплотние, разные представники разных органов влады и правоохранной системы и начинают выбудовывать схемы. Схемы, которые в первую очередь ведут к втрату государственного бюджета, а это означает втрату каждого украинца. А глава МВД предложил вернуть уголовную ответственность за контрабанду. Говорили и о медреформе. Более 9 миллионов украинцев уже выбрали семейного врача. Об этом сообщил руководитель Национальной службы здоровья Олег Петренко. При этом только 20 врачей собрали максимальное количество пациентов. Начиная со следующего года, принцип «деньги идут за пациентом» будет работать во всех больницах. Это должно улучшить качество медицины, уверены в Кабмине. Наталья Шумакова, Сергей Ведмить. Подробности, телеканал Интер. Экономика Украины в прошлом году показала рост. Об этом Владимир Гройсман заявил на презентации отчета правительства в парламентском комитете по вопросам экономической политики. Среди главных социальных изменений Гройсман видит пенсионную реформу, которая позволила повысить пенсии для 9 миллионов украинцев, а также реформу здравоохранения и образования. Наши задачи сегодня, на самом деле, консолюдувать усилия для того, чтобы экономика взросла. Для того, чтобы все экономические программы были максимально эффективными. Инфраструктура изменилась. Потому что очень важно, чтобы инфраструктура также была способна впливать позитивно на взросление экономики в нашей стране. У нас выплаты есть много. На заседании профильного комитета премьер пришел уже после пленарного заседания. А с утра спикер пытался собрать депутатов, зазывая их из кулуаров. Параллельно с этим по трибуне стучали касками и выдвигали требования. Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Отголоски митинга шахтеров слышны сегодня и в стенах парламента. Люди, которые работают, обязаны ехать к уряду, стукать касками по асфальту, чтобы влада их слышала и выплатила им зарплаты. Мы присоединяемся к этих требований шахтеров и требуем заплатить людям зарплату. В целом балансе сегодня более 40% импорта вугилья. Но в повестке дня ни одного законопроекта, касающегося шахтеров рассматривать, планируют вопросы ратификации и параллельно ищут депутатов. Параллельно, пока мы обговорим, перезвонить, кого нет в зале, запросить в зал. К полудню нардепы нашлись, по крайней мере, во время принятия закона о ратификации финансового соглашения. Документ, который позволит получить 30 миллионов евро кредита для повышения энергоэффективности зданий госуниверситетов. Приняли закон с пятой попытки. Я очень толерантный. Я до всех с повагой отношусь. Но это переходит в любые межи. В любые межи переходит. Давайте объединяемся и покажем студентам, как вы можете работать. Будьте ласка, займите рабочие места. Коллеги, не выходите. Поверните, это на своем помощи, будь ласка. Ну а после многократного нажатия кнопок нардепы начали рассмотрение закона о нацбезопасности, который призван приблизить украинские стандарты к НАТОвским. Комитет вчера завершил эту работу поздно в ночи. Мне известно, что целый ряд поправок, которые согласились в том числе с нашими международными институциями, включая представительство НАТО, вы знаете, там жесткая, очень важная цивильный контроль за сектором разведки, СБУ и сектором спецслужб. Но этих поправок в ночи еще никто не видит, кроме членов комитета. Пункты о гражданском контроле над сектором безопасности нардепы трактуют по-разному. Одни говорят, он есть, другие уверяют, нет. Предлагается абсолютно безпрецедентный уровень прозорости, который будет ограничен исключительно законом о государственной таймнице. То есть, что ни с законными наказами, порядками в среднем ведомства не можно будет ограничить доступ к государственной таймнице. Только если какой-то документ будет накладен на него гриф секретности. В связи с этим до конца не ясно, как быть с новой должностью в секторе безопасности гражданским министром обороны. В законопроекте предпочено, что министр должен быть предназначен из цивильных людей. Но все поправки депутатов о том, что этот министр не был последних 5-10 лет назад быть военный, они отхилены. То есть, сегодняшний генерал может быть освободен из военных сил и завтра стать министром. То есть, в определенной мере, это будет выкрепление того, что от нас требовали и просили наши партнеры. В большинстве уверяют, в процессе рассмотрения поправок, а их около полутысячи, все спорные моменты проясняются. Мол, главное, что ключевые согласовались с международными партнерами. Этот закон означает, что мы переходим на стандарты НАТО. Этот закон означает, что мы технично готовы. Конечно, это политическое решение, которое должен принять как украинский народ через референдум, так и страны НАТО. Каждый из них должен сказать, что мы согласны. Но для того, чтобы мы теоретически могли это рассмотреть, нам нужно в всех параметрах сферы безопасности быть соответствующими к стандартам НАТО. И именно этот закон это и делает. Закон абсолютно пустий, закон декларативный, и мы его поддерживать в том виде, как мы видим сегодня, не будем. Потому что у него нет информационной безопасности, нет продавательной безопасности, нет энергетической безопасности, а, соответственно, все зависит только на том, кто чем будет руковать. В любом случае, учитывая опыт внесения поправок на ходу из голоса, об окончательной версии документа можно будет говорить уже завтра, после финального голосования. Сегодня же на РДП остановились на 194-м депутатском замечании. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Вадим Ревун, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард поздравила Украину с принятием закона об антикоррупционном суде и отметила, что без Петра Порошенко этого бы не произошло. И тем не менее, Лагард надеется, что противоречивую норму об апелляции все же отменят. Об этом она заявила после телефонного разговора с президентом Украины. Я напомню, после принятия закона в документе появилась правка о том, что апелляции по делам НАБУ, которые уже рассматривают, будут отправляться в суды общей юрисдикции. В МВФ же настаивают на возвращение нормы, проголосованной в первом чтении, когда решение обычных судов можно будет обжаловать только в антикоррупционном. И пока от парламента требуют принятия важных законов, от которых зависит в том числе и получение Украины очередного транша МВФ, депутаты продолжают прогуливать заседания. Среди них и Вадим Рабинович. Подробности в материале. Один из главных прогульщиков в Верховной Раде. Ежемесячно одиозный нардеп Рабинович возглавляет списки самых ленивых парламентариев. Как видно из сайта Верховной Рады, со дня получения депутатского значка в 2014-м Рабинович прогулял больше половины заседаний. Но вот даже когда лидер партии «За житя» оказывается в парламенте, в основном решает свои бизнес-вопросы. И неудивительно, что именно Вадим Рабинович регулярно возглавляет и рейтинг главных врунов и популистов в парламенте. Ведь для него зал под куполом – место, где он говорит за бизнес, а не отстаивает интересы своих избирателей. А выступлением с трибуны он предпочитает эфиры на телеканалах, чтобы вновь рассказать, как заботиться о бабушках и дедушках. Но его настоящая забота – его активы, которые уже давно в Израиле, куда он репатриировался еще в 1994-м. Именно там он отдыхает и зарабатывает себе на пенсию, скупает недвижимость. К примеру, вот эту виллу в заповедной зоне Бейтана-Арон. Стоимость домов здесь начинается от 10 миллионов долларов. Все за счет его доверчивых украинских избирателей. Израильское гражданство украинского депутата еще несколько месяцев назад подтвердили в МВД страны. А это грубое нарушение закона. Виллы в Израиле и под Киевом, элитные дома и земельные участки, перелеты на частных самолетах и регулярный отдых на лучших курортах Израиля и Азии. Безбедная жизнь Рабиновича уже давно заинтересовала украинских правоохранителей. Сейчас против скандального депутата открыты уже два уголовных дела за вранье в декларации и незаконное обогащение. А НАБУ активно проверяет его декларацию за прошлый год. Когда эти дела попадут в суд, лишение украинского гражданства и мандата может стать наименьшей из проблем депутата. Ведь за эти нарушения Рабиновичу светит вполне реальный тюремный срок. В Раде подготовили законопроект, который может помочь трудовым мигрантам из Украины. Об этом в Комитете по вопросам соцполитики заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Норма эта позволит обложить штрафами недобросовестных работодателей и предотвратить торговлю людьми. Уже в ближайшее время его вынесут на рассмотрение в сессионный зал. Таким чином мы додаем еще одну возможность и инструмент защитить наших граждан, которые в силу тех или других причин едут працевлаштовываться за кордоном. Конечно, этот закон не решит всех проблем торговли людьми. А в своей прибыльности это глобальная проблема, святая проблема. Вона и другая по доходности после торговли наркотиками. Четыре ключевых вопроса, которые мы сегодня обсудили. Первое – это субсидии. 80% наших сограждан могут, теперь внимание, потерять право на субсидии. Среди них огромное количество тех, кто приехали сюда из Донбасса. Беспокоящий меня вопрос судьбы временно перемещенных лиц, переселенцев. 60 тысяч человек только в этом месяце лишены пенсии. Я также буду разбираться этим вопросом. Я думаю, смогу защитить, убежден, что смогу защитить этих 60 тысяч человек. Столкновение в Харьковском гурсовете. Несколько сотен активистов ворвались в здание и сорвали заседание. В ход пошли и кулаки, и газовые баллончики. Из-за чего сыр-бор, расскажет Богдан Вербицкий. Под дым фаеров и дымовых шашек. Рабочий день в Харьковском гурсовете начался с протеста активистов. Еще вчера не требовали пропустить их на заседании местных депутатов. Написали соответствующее требование. Но в этот раз активисты ждать не захотели. И вошли в городадминистрацию самостоятельно. Сегодня была очередная попытка громады пройти на сессию Харьковского городского совета. Которая, короче говоря, закончилась неудачно. После столкновения у входа радикалам все же удалось прорваться внутрь. Но в кулуарах возле сессионного зала активистам дала отпор охрана. Протестующим, которые остались на улице, вышли местные чиновники. Поговорить. Но диалога не получилось. Заместителя мэра Харькова Андрея Руденко слушать не захотели. И бросили в мусорный бак. Почему вы кричите? Бак его! Бак! 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 Собственно говоря, такая народная месть. Но в самом горсовете подобную месть считают недопустимой. Все это началось из-за того, что была получена команда нашей службы безопасности, которую возглавляет Андрей Носыч своим подчиненным, чтобы были сформированы какие-то группы, которые поддерживали тех, которые, так сказать, по беспределу решили зайти в Харьковский городской совет. В службе безопасности заверили. Обвинения в том, что их сотрудники якобы находились среди нападавших, безосновательны. До правопорушений, которые произошли сегодня в строительстве Харьковской области, Управление СБ Украины в Харьковской области не имеет никакого отношения. В полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства. Подозреваемых пока не нашли. По данным полиции, из-за столкновений пострадали две женщины. Они госпитализированы. В Херсонском горсуде сегодня продолжили рассматривать дело о госизмене Кирилла Вышинского. Адвокат руководителя агентства РИА Новости подал ходатайство об отводе судьи. По его мнению, она не может быть объективна, поскольку ранее принимала участие в рассмотрении этого уголовного дела. Прошение отклонили. Адвокатов также возмутило, что на заседание не привезли самого обвиняемого. Они намерены обратиться в Европейский суд по правам человека. Из губернаторов в аудиторы НАБУ. Президент Петр Порошенко назначил бывшего главу Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жибривского в состав комиссии по аудиту антикоррупционного бюро. Жибривский пообещал сделать работу бюро более прозрачной, эффективной и оценивать деятельность детективов без политических предпочтений. Три обстрела с начала суток. Боевики на Донбассе не прекращают провокации. В Песках и Лебединском противник бил из гранатометов, а возле Новотосковского в Луганской области из минометов 82-го калибра. В последнее время ситуация сильно обострилась. Все подробности расскажет Геннадий Вивленко. Кругом рытвины от попаданий крупнокалиберных снарядов. И вновь начинается очередной обстрел украинских позиций из артиллерии оккупантов. Прямо во время нашего интервью с бойцом. Это один из прилетов, а таких масса тьма тьмущая. Благо дело разлет большой, поэтому более-менее свободно себя комфортно чувствуем. Так всегда. Мы не сдаемся. Мы не боимся. Нас не запугать. Пятый год война. Мы знаем, что мы делаем и зачем мы здесь. Очередной выход. Это уже крупный калибр. Прилетели несколько мин, в том числе запрещенных калибров. Таков рабочий полдень на этом участке обороны. Противник перешел к тактике изматывающих обстрелов. Очень агрессивно ведет. Стреляет каждый вечер в основном артиллерии. 120 и 82 калибр. Украинские бойцы соорудили на линии обороны поселков Новотошковское, Крымское. Так называемую по военному полосу обеспечения. Тактически улучшили свои позиции. Создали новую цепь окопов и блиндажей. Старые уже были непригодны к использованию. Они трошки подгнившие. Они стояли на роднике. Очень большая влажность. Больных в нем не будет. Обещаю. Скажем так, накрыт. Нормальное перекрытие. Зверские. Глеб на дежурстве после обстрела следит. Не выдвинулся ли под прикрытием огня противник. Ему отступать некуда. За его спиной и под защитой в 15 километрах отсюда. Родной Северодонецк. Семья. Годовалый сын. Я живу в Украине. Я здесь родился. И я буду отстаивать ее территорию. Целостность. Все-таки присягу давал. Со стороны оккупированного поселка Донецкая разведка зафиксировала движение противника. Только что по рации командования передала приказ покидать позицию. Возможен арцобстрел врага. Украинские войска здесь ведут активную оборону. Поэтому ситуация достаточно обострена. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер из Луганской области. Украинское госбюро расследований начнет функционировать уже в сентябре. Об этом в Брюсселе заявил руководитель ведомства Роман Труба. В столицу Евросоюза он приехал с презентацией. У чиновника запланированы встречи в Европарламенте и в Нижнеэкономической европейской службе. Я напомню, что госбюро расследований займется преступлениями топ-чиновников, судей, полиции и военных. И будет сотрудничать с агентствами других стран, в том числе и с Интерполом. Мы планируем провести первые встречи, возможно, в протяжении этих трех дней. И спланировать себе форму дальнейшей współпрости. Конечно, без укладения договоров и меморандумов с Интерполом сложно представить нашу работу. Потому что сейчас случинцы не находятся в одной стране. В Германии предотвратили теракт с использованием так называемой биологической бомбы. Об этом сообщил глава федерального ведомства по уголовным делам этой страны. Атаку готовил гражданин Тунис. Его задержали в Кельне. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Мужчину, которого подозревают в подготовке теракта, арестовали на прошлой неделе. И то, что силовикам попалась крупная рыба, было понятно даже по видеокадрам спецоперации. Полиция только оцепила дом в Кельне, где жил подозреваемый. Обыски же проводили представители спецслужб и инфекционисты из института имени Роберта Коха. Я не хочу комментировать события, которые происходят в этом доме. Как полицейские мы обеспечиваем оцепление. В здании по распоряжении прокуратуры работают криминалисты, пожарные специалисты из института имени Роберта Коха. Но информация все равно просочилась в СМИ. Журналисты муссировали слухи. Якобы в квартире у гражданина Туниса нашли вещество с высоким содержанием яда рецин. Сегодня эту информацию подтвердили и силовики, и сообщили. Задержанный планировал сделать так называемую биологическую бомбу. Изучал инструкции в интернете и уже заказал компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. На стадии заказа он и попал в поле зрения спецслужб. Сейчас задержанного допрашивают, следователи хотят выяснить, был ли он связан с террористической организацией «Исламское государство» и имел ли сообщников. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Вызвать на ковер председателя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева требуют депутаты Верховной Рады. Сразу несколько фракций хотят узнать больше об очередном повышении тарифов на газ и о заоблачных премиях руководства этой компании «Монополиста». Но для того, чтобы Коболев смог отчитаться, нужен запрос от спикера парламента Андрея Порубия. А этого документа, по словам нардепов, до сих пор нет. Мы требуем в парламенте звиту. Уряду и главы «Нафтогазу» нехай обрунтуют. Звідки цена 11 тысяч за тысячу кубов? Когда собевартность выдобутки собственного газа – 1,5-2 тысячи гривен. И кто из украинцев сможет платить такую космическую цену, кроме олігархов? Как они собираются, не поднимая зарплату и пенсии, чтобы люди платили за газ? Чтобы «Нафтогазу» по 45 миллионов премии снова выплачивать? Уряд должен дать свои рассчитывания. Но не может быть. Покажите мне хоть одну страну, где даже сейчас 60% сидит на субсидиях. После поднимания тарифа ожидается 90%. Это абсолютно не экономическая модель управления государством. При этом «Нафтогаз» показывает миллиардные долларовые прибутки, которые снова кидаются на субсидии. Это замкнутое коло. Миллиардные долги и банкротство. Тепловые компании заявляют, что «Нафтогаз» использует схемы, из-за которых они могут закрыться прямо перед отопительным сезоном. Как продать газ в три раза дороже его реальной стоимости, выяснял Александр Васильченко. Уже сегодня стоимость централизованного отопления становится практически неподъемной, жалуется жительница Кривого Рога Мария Бабенко. Соседи вообще жалуются. Вот, например, этажом ниже они не получают субсидий. Они за отопление, за такую квартиру платят 1800 гривен. Впрочем, уже этой осенью тарифы в коммунальных платежках могут вырасти на 60-70%. «Нафтогаз» искусственно завышает их в несколько раз, зная, что предприятия понесут убытки. По информации экспертов, монополист требует от тепловиков платить за газ не по социальной цене, а в два-три раза дороже. Производители тепла уже заявили, «Нафтогаз» загоняет компании в миллиардные долги. Стоимость природного газа, потребленного предприятиями «Теплокоммунэнерго», завышена более чем в два раза. Таким образом, используя сомнительные схемы, «Нафтогаз» получает сверхприбыли на продаже природного газа для населения. Погасить долги тепловики не в состоянии, так же, как и доставляющие им тепло облгазы, объясняют в Криворож теплосети. По закону, в тариф для потребителя не вносят оплату штрафных санкций. Следовательно, накапливаются долги, из-за которых предприятие может обанкротиться и прекратить свою работу. Заключить договора на следующий отопительный сезон на поставку природного газа предприятие не сможет, потому что будут долги. То есть мы наращиваем долги. Поэтому возникает вопрос о начале и прохождении отопительного сезона 2018-2019 года. Загнать тепловиков долги – дело несложное, говорит эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. Достаточно поставить определенный объем газа потребителю и не подписать документы. После этого задолженность производителей тепла вырастает на миллиарды гривен. В результате возникают долги у теплокоммунэнерго, потому что, по большому счету, не оформив газ, вы не можете выплатить деньги. Возникают долги у облгаза, потому что он должен выплатить за небаланс и штрафные санкции. И по цепочке возникают долги у Укртрансгаза, как у основной компании, которая отвечает за баланс газа вообще в целом по стране. Но особенность бухгалтерии. При этом растет прибыль на кнафтогаз Украины. Ему все должны. Он пишет себе, что все это в прибыль, но при этом все остальные находятся в предбанкротном состоянии. Впрочем, такой случай не единичный, утверждают эксперты. На грани банкротства по всей Украине уже несколько тепловых компаний. Доказать махинационные схемы на автогазы энергетики пытаются в судах. Поскольку потребитель четко определен, облгаз выставит, соответственно, регрессные требования к теплокоммунэнерго. Но уже с коэффициентом 2. И произойдет сумасшедшее увеличение цены газа для теплокоммунэнерго. Поэтому сегодня уже, к сожалению, идут судебные процессы. Какой мыльный пузырь. Это миллиарды гривен, который был надут в газотранспортной системе, и за который не произошли расчеты. Это без учета штрафных санкций, которые НАК нефтегаз очень любят предъявлять. Тем временем, тепловики заявили, такие действия на автогаза могут привести к срыву отопительного сезона. Александр Васильченко, Елена Брынза, Сергей Килимник, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. За последние 5 месяцев радикалы более 40 раз безнаказанно нападали на людей в Украине. Речь об этом идет в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека. В документе перечислены посягательства на свободу выражения взглядов и мирных собраний с февраля по май этого года, а также случаи дискриминации и насилия в отношении меньшинств, в частности робов и ЛГБТ. В УОН требует от украинской полиции и прокуратуры тщательно расследовать эти нападения. 5 человек пострадали в результате взрыва в лондонском метро. Из них трое попали в больницу. Инцидент произошел на эскалаторе северной станции Саутгейт. По последним данным взорвался аккумулятор дрели. Никаких признаков теракта не обнаружили. 23-летнего мужчину, который перевозил инструмент, задержали и позднее его отпустили под подписку о невыезде. Завод по производству Суи в Каховке по-прежнему находится в подвешенном состоянии. Фирма «Банкрот», которая захватила компанию «Каховка Протеин Агро» еще зимой, похоже, не собирается покидать территорию. К ситуации на предприятии подключились активисты организации «Стоп-коррупции». Что им удалось выяснить, давайте узнаем. Провести свое расследование решили активисты «Стоп-коррупции». Поехали на предприятие, но дальше ворот людей не пустили. Там по-прежнему дежурит охрана компании «Захватчика». Общаться с сотрудниками пришлось на улице. Говорят, завод для них тоже на замке. Людей не пускают на завод. С 14 травня заборонили совсем заходить на территорию. Доктория как заборонили? Вони чем-то объяснили? Вони чем-то объяснили. Люди, я бачил у них зброю. Работники протеин-агру говорят, что уже начинаются там какие-то непонятные движения на самой территории. Что-то разрезается, что-то... В общем, они боятся, что его вообще распилят. Предприятие по переработке сои, которое находится в Херсонской области, давно в подвешенном состоянии. Судебные тяжбы с бывшим собственником длятся несколько лет. В январе на завод заявилась группа прокуроров ГПУ из Киева. Осмотрели предприятие и постановили, на время досудебного следствия охранять его будет фирма, которая еще в 2011 году была объявлена банкротом. Затем на территорию зашли несколько десятков неизвестных. Одеты были странно в растянутых спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках. Блокирование предприятия продолжалось больше недели. И после попытки охранников уладить ситуацию, произошел конфликт. Неизвестные применили огнестрельное и холодное оружие. Пострадали 4 человека. Одного с пулевыми ранениями доставили в реанимацию. Сотрудники каховка «Протеин Агро» возмущены тем, что завод простаивает уже столько времени. Из-за рейдерского захвата они все это время без зарплаты. И опасаются, что вообще могут потерять работу. По словам представителя «Стоп Коррупции», люди подозревают, что незаконные действия фирмы банкрота покрывает областной прокурор. Мы пообщались с работниками «Протеин Агро» и они утверждают, что вот этим всем как бы заправляет прокурор области Трегубенко. Они подозревают прокурора в том, что он пользуется телефонным правом. Набирает, допустим, главу суда, суда хозяйственного Херсонской области. И через него уже оказывают влияние на судеб и на решения, которые они выносят. С просьбой помочь сотрудники предприятия обратились к активистам «Стоп Коррупции». Те решили сами встретиться с прокурором Херсонской области, но Виталий Трегубенко их не принял. Тогда общественники вышли на акцию протеста. Видимо, это подействовало и прокурор все же пообщался с ними. Впрочем, разговор получился непродолжительным. Тут питание. Чи відомо вам про факт, чи нет тиск на судью? Невідомо. Чи здійснює прокуратура Херсонской області, працювальне керівництво в розгляде кримінального провадження, щодо незаконно, я думаю, особа ухвала господарського суду Херсонской області. Там номер такий, такий. Прокуратура Херсонской області не здійсняє працювальне керівництво в связи с тим, що здійсня Каховська прокуратура. Уже завтра в Херсоне должно состояться очередное заседание по делу захваченного завода. Активисты стоп-коррупції намерены прийти на слушание. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Херсонская область. Митинг возле облсовета и блокада автотрассы. Так, сегодня протестовали в Хмельницком. Жители требуют остановить экологическую катастрофу. Почему уже третий год люди здесь буквально дышат сажей, разбирались наши корреспонденты. Уже три года жители села Панинка борются с предприятием, которое отравляет воздух и водоемы. Писали запросы, жалобы, устраивали митинги. Вся річка біла в піні і дуже воняє. Ми наблюдаємо, як іде ж скид в річку Хумора. Це скидає Панинківську картонно-паперову фабрику. За це время людям нічого не удалось добиться. І сегодня вони устроили акцію протеста возле Хмельницкой госадминистрації. В цей раз к ним присоединились жителі Житомирської області. Люди требували, щоб контролюючі органи приостановили роботу картонно-бумажного комбината. Пока на предприятии не установят очистні сооруження і фільтри. Хмельницькі екологи підтвердили, ситуація в двох областях дошла до критичної черти. Але штрафні санкції, які виписують картонно-бумажні фабрики, неефіктивні. Тому подали іск в суд. І зараз вже є проєктна документація розроблена реконструкцією цих відчисних структів. Вона сьогодні, мабуть, ні, сьогодні ще не буде. Десь до кінця недві буде затверджено. В свою очередь, глава Хмельницької області пообіщав, що вже через два дня на фабрику выйдет спеціальна комісія. Але радикальних рішень в відноші підприятия, яке обеспечує роботи многих жителів області, не буде. Закривати сьогодні підприємство, в якому працюють 1300 людей, які переробують знову галузі вторинної серовини, це теж безглуздо. Але впливати на роботу цього підприємства ми будемо на 100%. Участники акції не верят чиновникам, поэтому на полчаса перекрыли одну із магистральних трасс. Якщо фабрика буде і далі загрізняти окружаючу среду і тем самим наносить вред здоров'ю людей, обіщають через неделю объявити бісрочну акцію і перекрыти все транспортні потоки между двома областями. Юлия Жешко, Лариса Светловська, Тарас Тарасов. Подробності, телеканал «Интер», Хмельницкий. За що американського міністра выгнали із ресторана, в якій країні депутат може приїхати на роботу на лошади, і зачем медведям беговая дорожка? Обо всіх цих новостях прямо зараз. Міністра внутренняй безпасності США выгнали із мексиканського ресторана в Вашингтоне із-за міграціонной політики. Група людей з плакатами подошла к столику Кристен Нильсон і стала кричать «позор». Все із-за закона, который разлучил білье двох тысяч дітей з родителями, які незаконно пересекли мексиканско-американську границу. Депутат Камчатського края приїхав на роботу верхом на коне. Таким образом, Михаил Пучковський выразив протест против повышения цен на бензин. Депутат работает на освобожденной основе і не получає зарплату, а живет за городом. А намерений пересесть с автомобиля на коня Пучковський заявив ще в мае. Тепер требує выделить коню по імени ракета парковочне місце возле здання законодательного собрання. Опра Уинфри – первая афроамериканка в списке самых богатых людей мира. Рейтинг, в котором полтысячи толстосумов, составила американская компания «Блумберг». Состояние Уинфри оценили в 4 млрд долларов. Только в этом году телеведущая заработала почти полмиллиона долларов США. Основной доход ей принесло собственное шоу, которое она вела четверть века. Буон аппетитто. Итальянский ресторан стал лучшим в мире. «Астерия Франсискана» из Модены уже второй раз занимает почетное место в рейтинге топ-50 заведений. Награду, которую сравнивают с «Оскаром» в «Мире высокой кухни», вручили владельцу и шеф-повару Масима Батури. Ресторан «Астерия Франсискана» имеет три мишленовские звезды. В основе меню традиционные итальянские рецепты – средний чек 270 евро. Медведи на беговой дорожке. Такой научный эксперимент провела группа ученых из нескольких американских университетов и зоопарков. В результате выяснили, что белые медведи во время движения потребляют столько же энергии, сколько и другие животные такого размера. Эксперименты проводили в специальных камерах с датчиками. Открытие важно, поскольку из-за сокращения арктических ледников белым медведям приходится преодолевать более длинные дистанции в поисках тюленей. Пабло Пикассо с газонокосилкой. Такая скульптура появилась в одном из нью-йоркских районов Бруклине. Голова выполнена из стекловолокна, тело из смеси алюминия и уритана. А ручка газонокосилки сделана из телефонного столба. Чтобы создать скульптуру, автору понадобилось полтора года. По его словам, работа должна убедить, что к искусству относиться серьезно не стоит. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова